Почему подростки склонны рисковать своей жизнью, почему они хотят какими-то странными путями, опасными для жизни, получать адреналин? Это действительно вопрос очень важный, потому что, собственно, очень важно не допустить гибели человека в столь юном возрасте. И причин тут несколько. Прежде всего, нужно понимать, что подростковый возраст и вообще вот этот юный возраст, он тяжел чем? Тем, что по своему сознанию, по пониманию реальности, скажем так, ребенок уже является не ребенком, а взрослым. Он все видит, все понимает, он понимает чужое лицемерие, ханжество. И зачастую, на самом деле, такой кризис подросткового возраста, он обусловлен во многом тем, что всю жизнь для ребенка родители были богами. И вдруг в один прекрасный момент он понимает, что его родители – это люди, которые способны на моральные поступки, которые способны быть нечестными, которые даже ему, своему любимому ребенку делают не просто что-то неприятное заставляют в школу ходить, а объективное и откровенное зло. И, конечно, в этой ситуации дети поступают по-разному, подростки, юноши. У кого-то достаточно сил, чтобы с этим смириться, у кого-то недостаточно. Кто-то пытается бросить вызов обществу. И, конечно, тут речь идет и о банальном просто непонимании молодыми людьми всех рисков, которые существуют. Но в конечном итоге все это упирается только в одно. Понятно, что у подростков всегда были проблемы, но важно, в каком обществе они живут. То есть, когда подросток действительно видит, что педагоги, которые учат, это достойные, нормальные люди, которые думают не о том, как очередную взятку получить, а о том, как действительно его чему-то научить. Когда он видит, что его родители заняты действительно чем-то полезным для общества, а не скандалами друг с другом и не выбиванием из мужика денег, скажем, или наоборот. Тогда, конечно, подросток находится в принципиально иной ситуации. Но нужно еще понимать и то, что наше современное общество мешает людям получить социальную поддержку. Звонок в службу доверия, например, если вы поспрашиваете, он большинством подростков, школьников и даже студентами воспринимается как некая слабость, чудачество или даже ненормальность какая-то. А ведь в нашем обществе действительно педалируется такой индивидуализм, что ты должен рассчитывать только на себя, ты должен быть как такой Рэмбо, который добьется. И, конечно, вот это давление, оно тоже сказывается. И плюс не надо забывать это, в общем, всегда надо помнить, что если ты пришел без айфона, скажем, нового в школу, да, вот начался новый сезон, ты приходишь в школу, в вуз, даже и там на место работы, вот у тебя айфон какой-то не того уровня, не той серии, тебя уже могут засмеять, сказать, что что это ты за лох, почему у тебя одежда не от кутюр, почему ты одеваешься не в бренды, а в какие-то никому неизвестных, значит, дизайнеров, да, в турецкую какую-то одежду, а не во что-то нормальное. То есть, конечно, такие вот тенденции существуют, и, к сожалению, наша молодежь – это вся сплошняком группа риска. То есть, здесь можно вспомнить и вот эти замечательные группы самоубийц ВКонтакте, и очаровательных вот этих блогеров, типа Соколовского, Сабабталова, которые подрывают веру юношества и молодежи вообще в то, что существуют хоть какие-то принципы и моральные идеалы, а ведь жить в этой жизни, извините за эту автологию, не имея вот чего-то вне ее, да, каких-то высокодуховных, морально-нравственных идеалов, очень сложно, и поэтому, конечно, неудивительно, что подростки, которые сталкиваются с проблемами, они идут на риск, совершают какие-то глупости, безбашенные поступки, попадают в секту, да, занимаются там прицепничеством вот этим, да, каким-то очень рискованными формами паркура, может быть, и так далее. Ну и, конечно, апогеем вот такого, такой неразделенности, да, такой, знаете, оторванности от реальности, конечно, в молодости, это, конечно, можно считать, что это суицид, самоубийство, да. Если вы хотите обезопасить вашего ребенка от попытки самоубийства, от того, чтобы он совершал какие-то социально неадекватные и опасные для жизни действия, то самое главное, что вы должны сделать, это создать нормальную семью, в которой ребенку будет комфортно, да, комфортно не в том смысле, что вы будете потакать всем его желаниям, всегда нужно помнить о том, что ребенка надо любить, а не жалеть, да, но если вы живете больше ради себя, чем, там, для ребенка, если вы собственной этой жизнью не смогли разобраться, то, конечно, тут вот вам советуют, что давайте-ка возьмите за ум, уделяйте внимание вашему чаду, да, там, вот что-то такое предпринимайте, но это, конечно, будет просто глупо. Ребенок из благополучной семьи, опять, благополучный не в смысле, что он там на рейндж-ровере последней модели разъезжает, а благополучный в смысле, что ребенок может там общаться с родителями, а какие-то проблемы с ними обсуждать, когда родители – это друзья для своего ребенка, понимаете, а не какие-то менторы, которые, сами не обладая моральными какими-то качествами, от него что-то требуют. Конечно, вот в ситуации, когда семья у молодого человека благополучная, ему легче справляться со всеми этими кризисами, даже если он находится в ситуации, которая прекрасно описывается на фильме «Чучело отечеством», то есть, действительно, вы поймите, уважаемые взрослые, что молодые люди живут в гораздо более жестком мире, чем вы. Все эти ваши интриги на работе, какие-то терки с начальством – это все такие мелочи по сравнению с той подростковой, юношеской травлей, которая может быть развернута в отношении вашего ребенка, вашей дочери, вашего сына, что, конечно, нужно стараться ребенка поддержать, но, опять-таки, если вы изначально ставите свою семью и строите вашу семью на каком-то вот таком песочном фундаменте и у вас нет духовных именно ценностей, то вряд ли вы своему ребенку сможете помочь.